Пришло время коллективам доказать всем нам, что они достойны победы. Андрей Михайлович, вам слово, объявляйте. Дорогие друзья, эту группу любит не только я и то количество людей, которые голосуют. Молодцы, спасибо вам большое, зрителям. Но на эту группу вышел даже вот Арнольд. Видите, как он успокоился, знаю, что сейчас будут его любимцы. Группа «Каблуками по брусчатке» встречаетесь. Стас, ты копируешь Андрея Губина в пене, да еще и похож на него. А что ты это делаешь? Я открываю фотографию Андрея Губина, реально похож. Это смешно, да. Ну так сложилось, я его не копирую. Вы такие обаятельные. Если у вас есть играть в пикапах, как вы обращаете девушек? Да, что-то ожиночье, пытание. Я очень не люблю мужиков, которые кичат со собой. Типа я такой красавчик, я знаю, как подойти к любой девочке. Нет, я вот такое вообще терпеть не могу. Это самолюбование. Давай это далее. Стас, почему ты прячешься за спиной своей капобанды? У меня есть такая штука, что я вот делаю что-то, но я не уверен на сто процентов, что это там хорошо. Я знаю, что мне нужно сделать шаг, и я не решаюсь его сделать. Да, я уверен и с пацанами себя чувствую намного, ежели я бы был один. Он как будто без кожи. И он не знает, как себя вести. Он не очень так уверен еще. И бывает просто нужны правильные слова для того, чтобы человек вышел и понимал, что за него кто-то переживает или в него кто-то верит. Вы так удивили всех этим последним эфиром, который был, да? И поэтому мы решили вот вам принести тортик и шампанское. Вот очень неожиданно было. Непривычно, скажем. Видите, Дима ругал. Дима ругал и с одним участником остался. Нет, было хорошо. Все пьют шампанское. Да. Ну ты что-то как спросишь, как у меня там на интервью, как спросят, как выступят ребята, куда я знаю, как они выступят. С тем эфиром я вас поздравляю, потому что я считаю, что это было очень хорошо. Хорошая репетиция. Ты отличная. Так споете, да, эту песенку, да? Для меня все-таки важны человеческие факты. Чтобы это было как-то уважительно, чтобы это было по-честному. Вот они мне очень нравятся, потому что я очень люблю добрых людей. Каблуками по брусчатке. За лесом волит поле, а на небе дождик, тучи за помережьем море. Море за морем, бром и круче. Жире, жальные птицы. Им бы только не разбиться, но вероятен случай. Ты все начнешь сначала, ты с ума свела немало. Я все пойму однажды, потому что мне не важно, что есть шальные птицы. Им бы только не разбиться. Может, я тот отважный? Где ты скитаешься, но где скрываешься? Ты от людей возьми меня с собою. Я тот безумный, видимо, я могу быть с тобой. Ой, ой, ой. Просто ты одинокий остров. На море, где так часто тонули корабли. Но, может, судьба тебе поможет, и ты не будешь больше отшельницей любви. Ты сама с собою где-то будто бы буря в море. Не сможешь быть другою, это точно я не скрою. В небе шальные птицы в море болтают рыбы. Им лишь бы с кем-то спорить. Где ты скитаешься, но где скрываешься? Ты от людей возьми меня с собою. Я тот безумный, видимо, я хочу быть с тобой. Ой, ой, ой. Просто ты одинокий остров. На море, где так часто тонули корабли. Но, может, судьба тебе поможет, и ты не будешь больше отшельницей любви. Где ты скитаешься, но где скрываешься? Ты от людей возьми меня с собой. Я тот безумный, видимо, я хочу быть с тобой. Просто ты одинокий остров. На море, где так часто тонули корабли. И, может, судьба тебе поможет, И ты не будешь больше отшельницей любви. И, может, судьба тебе поможет, и ты не будешь больше отшельницей любви. Каблуки, каблуки, кричит зал. Посмотрим, что же будут кричать наставники. Дима? Ой, кричать. Зачем кричать? Знаете, ребят, вот когда-то еще на стадии кастингов, вот я вам сказал, что вы мне реально очень нравитесь. Вы разные, вы группа, вы команда. Но вы производите впечатление группы, которую готовят на корпоративы, знаете. Вот просто веселить людей. Ну что тут плохого? Вот именно. А я объясню, что плохого. И если в прошлый раз, окей, была драматическая песня, в какой-то степени вы ее не вытянули, но там все-таки была какая-то эмоция, была в этом какая-то честность. Сейчас я вот учился в Америке, и у меня такое ощущение, что я опять попал туда, в далекий 97-й год, и мы готовим какую-то постановку для студенческую, для школы. Все, было все. Была и барышня была, и конфетти, и море, боже, и даже гусь Арнольд, все было. Но совершенно все поверхностно. И меня лично абсолютно не зацепило это выступление. Хотя, конечно, могло быть круто, но боюсь, что не сегодня. Спасибо. Вот так вот, смотри, прорвало. А можно я скажу, да? А я получила массу удовольствия. Боже, эти... Вы хорошо очень играете, ребята. Вы играете не просто как... Точнее, вы хорошо играете и как музыканты, и как актеры. И вот эти крапики, это очень круто. Насте понравилось. Мне очень понравилось. Спасибо. Диме, нет, напоминаю, не радуйтесь сильно. Сейчас мы узнаем у Олега. А мне, кстати, номер понравился. Я знаю, насколько это сложно. И для каждого роль, и ее нужно было изучить, и при этом всем солисту спевать. И я бы вообще не думал ни про что, ни про какие там часы. Я просто смотрю на сцену, смотрю на номер. И с великой повадой. Пацаны молодцы. И справились с номером. И если я когда-то там сказал, что там обратил внимание на спев, то сегодня я просто смотрю на номер. Реально на эту сложную постановку, где нужно было думать. И была большая ответственность. Был великий рух. Было очень жарко на сцене. Молодцы. Спасибо. Конечно, постановка. Посмотрите. У нас море. Капитан. Большие декорации. Русалки есть. Теперь понятно, почему Олег пришел во Вьетнамках. Он как знал, что у нас будет такой номер. Андрей Михайлович. Да, я слушаю вас. Да это мы вас хотим послушать. Перестаньте гладить Арнольда. Вы знаете, вот это все хорошо, ребята. Правда. Но в конце пиротехника сделала свою штуку для Арнольда. Он немножко испугался. И вот, слава богу, что под столом нету камеры. Я буду ждать рекламные паузы, чтобы потом как-то так... Но это к большим деньгам. Арнольд сидел завороженный. Он смотрел и на Стаса, и на Вову, на трубачей, на русалку, на вот эту девочку. Я вам скажу, мне понравилось. При том, что я не очень был настроен, как бы, тут соглашусь с Димой, песня, как будто 90-е, да, вот 97-е, год. А тут как-то я вообще даже забыл, что это за песня. Так что большие молодцы, и вообще не переживайте. Да, скажи. Спасибо. Вот и получается, просто получается в итоге, что мы обсудили номер, да, обсудили Крабов, обсудили Арнольда. Так, а что надо? Все еще. А выступили-то вы как? Хорошо, я же сказал. Вот еще вопрос. Ну, где выступление-то было? Ну, Дима не понял. Выступление было там. Это вот море. Вот это, как я понимаю, правильно? Палуба. Не, море я заметил. Не заметил группу каблуки. Где каблуки? Вот они же, вот это каблуки. Они крабы, они пираты. Где группа каблуки по брусчатке? Вот же они, Дима. Вот они, присмотрись. Вот же ребята. Это каблуками по брусчатке, Дим. Ну, просто это тот случай, знаете, очень силен контраст, вот если честно. Одно дело, когда один человек выходит, без всякой вообще, без малейшей какой-то, да, помощь делает. Как, в чем тут месть? Вы шо? А другое дело, когда вот все есть, но ты не чувствуешь ничего, и ничего не можешь с собой поделать. Я пытался, честное слово. Ну, а пока Дима не достал заточку, давайте все-таки обратимся к нашим телезрителям. Дорогие вы наши! Поддержите ребят! Голосуйте за них! Звоните 0900-901-003. Присылайте смс с текстом 3 на номер 3399 или заходите в мобильное предложение телепортал и голосуйте там абсолютно бесплатно. Им необходима ваша поддержка. Это была группа Каблуками по брусчатке. Спасибо! Каблуками по брусчатке. Каблуками по брусчатке. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»